Всем привет! Сегодня у нас видео недельный такой и тоже подводим новости по коронавирусу. Что у нас тут интересного произошло? Что могу сказать? Особо новостей нет, слава богу, их становится меньше. Появляться начинают, вот это реально первый раз за полтора с лишним, почти два месяца, когда появляются более-менее хорошие новости, какие-то позитивные, приятные. И давайте приступим. Первое, да, действительно у нас сейчас маски тоже, то есть проверено. Маски не продают, официальные, которые медицинские маски, да. Их можно получить на сайте по регистрации своего кимлика-паспорта. Либо у тебя будет там код также на сайте при регистрации. С этим кодом ты можешь не ждать карго-доставку, а пойти в любую аптеку, назвать этот код. Так же, как ты, например, в аптеке покупаешь какие-то лекарства, антибиотики, по рецепту врача, которые, я как поняла, это та же самая база, идет в аптеке у них. И ты просто по коду получаешь те свои маски. Что еще по маскам? Неопреновые, которые черные такие, у нас в основном здесь я черную только вижу, которые можно стирать и многоразовые, они в аптеках продаются. Стоят они 10 лир, на них никакого лимита нет, потому что это не медицинские, какие-то не запатентованные маски. Ну, по сути, такую вы сами себе шить можете, как в одномарливую. Кстати, люди есть, которые шьют, я видела. Особенно это было вот, когда масок стало очень не хватать всем, до того, как их вот в аптеках вот это все легализовали. И очень часто мне попадались люди на улице, которые были в масках самошитых, самодельных из дома. Очень многие используют банданы молодежь, шарфы просто, чем-то рот прикрыт, потому что у нас в магазины без масок не пускают. Что из хорошего? Давайте уж сразу. У нас, слава богу, начала падать статистика по приросту больных последние несколько дней. Я, в принципе, уже боюсь вообще что-то говорить, потому что все меняется очень быстро. Но, тем не менее, официальное заявление министра здравоохранения о том, что если будет так же все потихонечку падать, либо также, ну, такие будут низкие показатели, они не будут расти, не будет никаких вспышек зараженных, хотя их не планируется, потому что, ну, вот это скопление людей, да, все, как бы, скажем так, ликвидируется. То есть там все не стоят в очередях и все прочее. Если таких фейлов больше не будет, каких-то вспышек, то я просто надеюсь, что в районе 8-15 мая у нас, как по истории по Испании, Германии, кто-то там еще не помню, Италия уже потихонечку начинает открывать магазины, у нас будут открываться торговые центры. Ну, насчет вот торговых центров, я даже подумала, какие-то отдельные бы магазинчики, я поняла. Но торговый центр – это большое скопление. Или в тестовом режиме, я думаю, что будет укороченный какой-то рабочий день, типа из разряда, знаете, с 12 до 8 вечера, как сейчас продуктовые работают, да, или там определенный ряд магазинов только может работать, естественно. Потому что действительно у нас начинается просто лето. Вот точно так же у меня такая проблема. У меня ребенок вырос год назад, да, из летней одежды. Надо покупать одежду, а ее купить, блин, негде. Онлайн много что распродано, нет размеров. Размер, короче, трудно найти, вот так скажу. И, короче говоря, людям пришел сезон менять одежду, а одежды у некоторых нет. И как бы логично, да, если онлайн не все получается купить, то можно открыть какие-то одежды для... Магазины с одеждой, одежда для детей, там какой-то канцелярии и всем-всем таким прочим. Ну, вообще какой-то глоточек свежего воздуха, что хоть что-то изменится, это уже радость. А вообще президент недавно на днях выступал на прошедшей неделе, и он официально сказал, что да, раньше конца мая не надеетесь. Надеетесь. Мы планируем, да, вот к Байраму, то есть месяц Рамазан-пост пройдет, и потихонечку будем открывать, смотря, конечно, на статистику, если она не будет катастрофической, то потихонечку начнем медленно все открывать. Про туризм тоже разговоров, естественно, никаких не было, не может быть. Первым делом это будут налаживаться авиасообщения между городами в Турции. И я думаю, если будет хорошая статистика, это мое личное мнение, никто это не говорил, то есть, да, это не из телевизора откуда-то, никаких официальных источников. Ну, люди как бы тут говорят, не только я, вообще ощущение такое, что, скорее всего, если все будет так хорошо дальше по статистике, то где-нибудь в конце, там, может, июня, середине июня, какие-то курорты внутренней страны, мы сможем куда-то поехать, может, на море куда-то. То есть сообщение между городами, когда начнется, заработает, мы потихонечку все как-то будут выпускать, отдыхать. Почему мы, я этот акцент делаю, потому что у нас Стамбул, это наш эпицентр очаг, здесь 70 где-то процентов зараженных вот этой всей инфекцией, и поэтому к нам, скорее всего, мы будем дольше всего, там, да, у нас все будет дольше открываться, мы дольше всего будем сидеть в городе, никуда не выезжать. Сообщение с другими городами будет закрыто, скорее всего, потому что, ну, эпицентр, собственно, что тут поделаешь. Так, в принципе, столицы, да, развязка, населенность большая городов таких крупных, развязка дорожно-транспортная и полеты, откладывает на такой отпечаток, что очень много сюда заразы все это привезли. Ну, что, поделать, так пусть будет. Из хороших еще новостей, что какое-то, знаете, ощущение такое складывается, что вот-вот скоро все это закончится, вот этого ощущения мне не хватало, поэтому у меня, наоборот, прилив бодрости. Я готова еще месяц спокойно сидеть дома, не рыпаться, если это поможет тому, чтобы все быстрее это закончилось и меньше. Для меня не то, что там многие, как говорят, ой, быстрее нас выпустите, хочется сделать то, все какие-то планы. Лично у меня все равно ощущение, что, господи, все это должно больше быстрее закончиться, чтобы люди не умирали и не болели. Мне людей больше жалко, нежели там экономику, нежели свои желания там куда-то уехать, как-то там провести время или заточение. Ощущение мне хочется, чтобы, скажем так, невинные люди не страдали. Еще, что могу отметить, у нас пришла хорошая погода, плюс там 16, 18, 20, на солнышке очень хорошо печет. В общем, тепло более-менее. Можем в футболках где-то днем на улицу выйти, хотя обычно в это время бывает и пожарче, погода получше. Но я заметила, за последние две недели все уже хорошенечко так забили на карантин. То есть, у меня ощущение складывается сейчас, что пенсионеры и дети, матерь с детьми сидят дома, остальные все тусуются. То есть, если они не работают, они все равно выходят погулять, прошвырнуться до магазинчика, прошвырнуться там туда-сюда. В общем, каким-то образом все стараются выйти просто. Я, в принципе, людей я не осуждаю, я понимаю, почему они это делают, потому что, ну, все уже, точка кипения, люди доведены, агрессия очень высокая в обществе, и надоело всем, и устали, и непонятно, куда все это дело, к черту, перекатится. Короче говоря, все стали, ну, даже просто по моей образцовой зоне, где я живу, по моему району, у нас очень все ответственно к этому относятся. У нас еще, не знаю, у нас много кто разъехался здесь в иностранцах, как ветром сдуло перед закрытием границ. Поэтому, в принципе, здесь людей сейчас немного, и движухи такое нет, у нас такое образцово-показательное. И все равно все, кто здесь есть, все ходят. То есть, я не говорю, что им запрещено, да, у нас с 20 до 65 лет эти люди в возрастной категории могут быть на улице, у них это не запрещено, в магазин пойти, и все, что угодно работает, кто работает, да. Ну, просто советуют этим людям посидеть дома, если вам никуда не надо срочно идти. Ну, короче, все перестали к этому прислушиваться. По поводу статистики, я могу сказать, что очень приятно это видеть. И буквально вчерашняя статистика, мы смотрели, анализировали, что подобные цифры, показатели по приросту и всему прочему, были ровно месяц где-то назад, в конце, в конце марта, когда мы еще только первую неделю две сидели на карантине. И это очень радует, что такой был огромный прирост, и так все быстренько, резко падает. Ну, кстати, мы еще посчитали, что, ну, в принципе, по телеку об этом потом говорили, что вот этот наш комендантский час, когда нельзя вообще выходить из дома, выходные нам ввели, субботу, воскресенье, и это действительно работает, это статистика, отчитываем две недели, и вот как раз меньше заболевших людей, что подтверждает, что в путние дни, когда этого нет, такого жесткого запрета, то все вот шастают, и друг друга заражают. И вот сейчас, в данный момент, мы находимся, опять же, на таком комендантском часе, что это такое? Вот сейчас у нас четверг, пятница, суббота и воскресенье, четыре дня комендантский час, то есть нельзя вообще выходить, работают только аптеки, больницы, хлебопекарни и ветеринарные клиники. Почта, карго, доставка, все работают, они вообще 24 на 7 без выходных, потому что многие все в интернете заказывают, и все такое прочее, они вообще всегда работают, это вообще не касается их. Всем остальным выходить из дома нельзя, но в четверг и в пятницу продуктовые магазины работали до двух часов дня. Соответственно, утром ты еще можешь прийти, что-то продуктов до двух купить, в два все закрывались продуктовые, и все, все сидят, не выходят. Я не против этого, это как бы угнетает, скажем так, морально не очень приятно, но у вас и статистика заработала после введения вот этих дней, таких жестких, когда вообще никому нельзя выходить, раз работают, мы готовы дома сидеть. Вот моя личная семья, мы вообще привыкли к этому, не рыпаемся, не выпендриваемся. У нас был День защиты детей, на самом деле это День рождения Республики Турции, это самый большой праздник государственный в течение года. У моего ребенка лично День защиты детей, как у нас 1 июня в России, это, наверное, самый любимый праздник после Дня рождения, даже более любимый, чем Новый год, потому что куча внимания к детям, подарков, поздравлений, шариков и всего прочего. И так как мы сидели дома, правительство нам попыталось как-то скрасить этот день, этот день, когда все выходят на пикники, когда все гуляют в торговых центрах, поздравляют детей, дарят подарки, всякие скидки на детские вот эти вещи и все-все-все прочее, когда там старики встречаются со своими внуками, если они там далеко живут, то есть это очень большой праздник. Ну и плюс еще 100 лет основания республики, это когда Татюрк пришел к власти, ровно 100 лет, и, конечно, люди его фанаты, патриоты, и которые именно Татюрка, за эту демократическую форму правления власти, они это их самый главный праздник, конечно, в году. И в 9 вечера у нас было в каждом, мне кажется, крупных городах был салют, особенно, конечно, в Стамбуле, все бахали салюты, выходили на балконы, кричали, визжали, было, короче, классно. Это хоть какое-то ощущение праздника, хоть как-то скинуть стресс, и все прям, знаете, на следующий день такое ощущение было, когда я пошла вот в магазин до 2 часов дня, он еще работал, что у всех такие улыбки на лицах, все были более на позитиве, и это дало какую-то определенную разрядку нам моральную, это помогло, и это было приятно, прям вообще классно. Мое мнение просто, как жителя здесь в стране, смотря статистику, статистика, это конкретно, статистика вещь упрямая, да, и смотря на конкретные факты по мерам, которые предпринимаются в стране в Турции, я, лично я, удовлетворена, потому что в Турции вообще в первых странах в рейтинге по низкой смертности от этой болезни, это говорит о том, что за людьми хорошо смотрят, и хватает, система здравоохранения не прогнулась, не сломалась, нет адского количества смертей, несмотря на огромное количество зараженных людей, да, финансово, тяжело, сейчас всем просто понимаете, тяжело и плохо, но для меня показатель количества смертей и количества зараженных людей, пока что на данный момент, это одни из лучших показателей в мире, кто-то всегда будут не согласны, кто-то скажет, что там я не права или еще что-то, я же свое говорю, как я здесь себя ощущаю, это все равно лучше, чем когда в день умирает по 2-3 тысячи человек, понимаете, когда сама система здравоохранения так построена, что люди боятся обращаться в больницу, дотягивают и до последнего самолечением занимаются, не боятся счетов, вот это страшно, понимаете, поэтому в этом случае, вот в этом аспекте меня это полностью здесь устраивает, мы молодцы, главное это жизни людей, а экономику, мы люди, которые остаются, которые живы, здоровы, они будут поднимать экономику, работать, это дело наживное, вот если человек умер, то извините, скажем так, новый за него, потом взамен он родится не скоро, пока он вырастет и станет трудоспособным человеком в обществе, единица, это пройдет еще много, 20 лет в среднем, да, а в общем, главный ресурс, чему я подвожу государство, это люди, налогоплательщики, если есть вопросы по этой теме, задавайте, пишите комментарии, какие еще видео вам интересны на канале, что вам поснимать, рассказывайте в комментариях, я сделаю выводы и приму к сведению, что не поснимаю то, что вы хотите, спасибо за внимание, за ваши комментарии, скоро увидимся, всем пока,